доброго времени суток дорогие друзья уважаемые читатели газеты дальневосточной комсомольской соответственно зрители youtube канала который принадлежит ресурсу dvk медиа о чем сегодня хотелось бы поговорить наверное об иллюзиях все мы пребываем в иллюзии что человек который находится при какой-то должности это человек футляре то есть костюм пиджак застывший взгляд на самом деле это абсолютно не так и сегодня мы будем говорить на такую тему которая сейчас но наверное уже наиболее злободневно это грядущие выборы ну да вы спросите а что можно о выборах такого говорить мы и так про них знаем и так в каждом телевизоре пылесосе и утюге говорят о выборах ну посмотрим что получится тем более что как обычно мы пригласили главного эксперта в этом вопросе по крайней мере что касается нашего славного города у нас в гостях иван мазаляк председатель территориальной избирательной комиссии города комсомольска на амуре прям без ошибок то есть титул правильно нас а самое главное абсолютно иван иванович ну тогда сразу перейдем к делу вы знаете обратил внимание монитория интернет прежде всего что к выборам особенно к таким крупным выбором солидным а все-таки что может быть солиднее чем выборы президента российской федерации всегда начинается какой-то ажиотаж какое-то бурление появляются какие-то кандидаты которые выпадают выпрыгивают как чертик из табакерки начинает как-то нервничать административный аппарат как-то напрягаться на ваш взгляд с чем это связано ну здесь масса причин ну во первых конечно хотелось бы тоже присоединиться доброго времени суток потому что как бы вадим алексеевич ну да да можно на ты как мы с тобой давно знакомы если не против хорошо иванович все принято да да здесь ситуация такая вот на мою глубок глубочайший даже вот так я могу сказать убеждение здесь наверное мы потихоньку приближаемся к американским стандартам да то есть выборы это прежде всего шоу к огромнейшему к огромнейшему моему сожалению мы как-то вот начинаем мыслить этими категориями это это карнавал да поэтому появляется масса очень интересных персонажей с точки зрения даже иногда и закрадывается сомнения в адекватности этих персонажей но эпатажных вода да да вот и ты начинаешь размышлять с какой целью да но с какой целью идет человек на выборы это легко объяснимо то есть я извиняюсь что перебиваю не вопрос просто на мой взгляд появление вот таких экспонатов таких интересных в которых ну просто невозможно представить в роли президента российской федерации вообще никак это с одной стороны это все-таки элемент интриги который добавляет как тут соревнование какой-то появляется нет я думаю что здесь больше карнавальность я думаю почему-то потому что вот ну у меня вот так как бы такое мнение потому что кур я работаю в этой системе системе избирательных комиссий вот мне кажется что наверное этот элемент карнавальности вот шутовства до эпатажа эпатажа в какой-то степени да потому что те отдельные кандидаты вот если говорить о тех выборах которые нам предстоят выборы президента российской федерации которые предстоят напомню 18 марта 2018 святое да святое да вот ну там допустим один персонаж вышел который занимается ну легальным бизнесом да но связанным ну скажем так с продажей женского тела и внимание да вот есть так то у нас лаки ли кто лаки ли да вот это не реклама это не реклама это не пропаганда это не пропаганда просто да ну с какой целью человек идет да то есть человек уже однозначно как бы занимается особой сферой услуг да с какой целью идет я был кандидатом меня зарегистрировали нет нет он нет не то что конечно да потому что все равно высшее должностное лицо но предполагает обязательный ряд исполнения строгие строгое строгое следование закону это процедуры если ты не выполнил какую-либо требование закона то соответственно избирательная комиссия в данном случае центральная избирательная комиссия тебя не допускает к следующему этапу да первый этап как это происходит да то есть центральная избирательная комиссия принимает документы от желающих да проводит проверку этих документов и в дальнейшем уже как бы допускает или не допускает. Ну и в общем не прошел человек по ряду параметров. Даже как кандидат. Даже как кандидат к кандидата. Вот так вот скажем. Ну, слава богу, не будем сейчас в регламент сильно. Почему? Потому что, наверное, подобная информация по регламенту, по выдвижению. Эта информация немеряное количество ходит. Перейдем к тому. Ну мы к эпатажу. Мы переходим к эпатажу. Да. Мы переходим к эпатажу. То есть, если мы говорим об этих вот, ну, об этой стороне, есть люди четко нацелены на результат. Есть те, опять же, общественные движения, партии, которые хотят получить от этих выборов максимальный интерес. То есть, привлечь максимальный интерес у граждан. Заявить о себе. То есть, о том, что мы существуем. О том, что у нас есть какая-то программа такая хорошая. Люди, узнайте о нас. И вот именно эта федеральная повестка, это все федеральные каналы говорят об этом кандидате, о том, что он выдвинулся, да, а начинают отслеживать, где он жил, родился, что он ел, где учился, да, там, в результате. Ну, это делает узнаваемость. Это переход, да, из какого-то местечкового уровня и переход на федеральную повестку, на федеральный экран. Это же очень многое значит, да, да, то есть, это узнаваемость. Сейчас уже это, ну, это и продажа, да, то есть, лицо, как торговая марка идет. Это вот мое такое, глубочайшее убеждение. Иван Иванович, предположим, случится небывалое, и явка на президентские выборы будет низкая. Ну, у нас не редкость, да, допустим, у нас проходят выборы главы города, и явка, ну, скажем так, более чем скромная. Предположим, явки, вот, ну, вот будет оно, допустим, меньше 50 процентов. Что случится? Как это отразится, ну, допустим, персонально на Ивана Ивановича Мазаляке? Персонально на Ивана Ивановича Мазаляке, это отразится только в том случае, если участковые избирательные комиссии, да, сойдут с ума, вот. Все. Да, все, да, там, и такого натворят, и такого начудят, да, и потом еще плюс Иван Иванович добавит со своей стороны, со своей территориальной избирательной комиссией, да, и в результате, да. То есть, порог явки не является каким-то критерием оценки? Нет, нет, он не является абсолютно критерием оценки, это, опять же, надуманно, да, вот, ну, наблюдая и мониторит ситуацию, да, вот, ну, опять же, это кому-то выгодно, это вот накачивание, это накачивание ситуации. Вообще, главная проблема, в принципе, выбор, да, вот, это вопрос легитимности, да, то есть, насколько, да, там, твои внутренние ощущения, да, в справедливости выбора совпадают с реальным выбором, ну, который вот в целом при подведении итогов у нас нарисовался, да, вот, процесс вот легитимности, да, вот, я думаю, что вот это вот все накручивание, нагнетание вот этой вот ситуации вокруг вот этих тех же самых магических цифр, да, 70% явки не будет, значит, нет легитимности выбора, а кто сказал, что не будет. Почему-то, если выборы президента, ну, к примеру, да, того же США, да, если посмотреть на итоги, опять же, в районе 50% явка, что случилось? Америка перевернулась, что ли? Нет. Там механизм по-другому, у них же выборщики. Ну, а какая разница? То есть, все равно в целом, да, то есть, все равно приходят люди сначала, делегируют полномочия. 50% всего там? В районе 50%, да, там, на круг. Ну, то есть... И причем, опять же, даже если внимательно прочитать тех же экспертов, которые озвучивали, мониторили ту ситуацию, там тоже чудаки есть и интересные, очень интересные факты. Вот, поэтому я, извини, закончу мысль, да, то есть, мое такое глубочайшее убеждение, мы идем в тренде, в тренде, в мировом тренде, да, и сейчас это не секрет, уже существует такое мнение, что представительная демократия, она находится в таком небольшом застое, да, ведь если посмотреть на явку, да, в целом, отдельно взятого региона, отдельно взятого, там, я не знаю, там, муниципального образования, да, в целом явку на какие-то выборы государственные, да, и сравнить с явкой какого-то западноевропейского государства, да, мы в тренде. Ну, в тренде, в тренде, но... Явка падает, у нас, наверное... Явка падает, к сожалению. Отличие, наверное, принципиальное, все-таки там у них есть определенная конкуренция, ну, Америка, да, республиканцы, демократы, вот они там как-то зашибаются, есть поклонники и у той, и у той группировки, и какая-то интрига соревновательная есть. А у нас нет конкуренции, кто сказал? А какая у нас конкуренция? Нет, ну, если мы говорим о думской оппозиции, ну, тут как-то не очень они выглядят конкурентами. Нет, ну, я думаю, это проблемы конкурентов. Если мы говорим о тех, кто победил, да, и о тех, кто проиграл, да, ведь здесь есть один такой момент, меня всегда немножко разглажает, да, вот мы сейчас начинаем очень много набрасывать, да, в принципе, и сомневаться, да, в демократии существует, она не существует, ну, это общее такое, да, вот, да, у нас все очень плохо, да, у нас этого нет, у нас нет конкуренции, ну, просто-напросто сейчас интернет, открытое пространство, да, вот зайди, ты можешь найти любую информацию, да, и, да, какую-то информацию, это фейк откровенно, да, но заходи, пользуйся официальными сведениями, да, у нас на отдельные мандаты при выборах, да, до 10, до 12, до 15 человек бывает, и в том числе и на федеральных выборах, здесь ведь проблема конкурента, да, насколько он может дойти до каждого, насколько он может донести свои мысли, а когда ты выскакиваешь, как черт из табакерки, ведь главное, да, вот для меня, как избирателя, да, когда появляется неизвестно кто, и начинает говорить, какой я хороший, я ему поверю, я никогда ему не поверю. Нет, ну, для того, чтобы выйти, это, во-первых, надо иметь какую-то вменяемую программу, я обратил внимание, что программы в большинстве случаев оставляют желать лучшего, то есть, я вот читаю, я не могу понять, как это сшить, как создать систему управления, чтобы реализовать, то есть, мы за все хорошее против всего плохого. Ужас, да, да, ужас, ужас, все плохо, мы придем, все будет хорошо. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, еще один тезис. Мы против всего, потому что все это надо разрушить, но, опять-таки, как-то не очень конструктивно выглядит, не может быть. Или какая-то цепочка тезисов, которые надерганы, вот, как-то с миру по нитке голому веревку, что типа того. Да, голому рубашку. И, опять-таки, непонятно, как реализовать, где изыскать ресурс, где изыскать не то, что материальный ресурс, управленческий ресурс, прежде всего. Потому что, идя кандидатом на такую должность, надо понимать, что тебе придется посадить своих людей на огромной территории, где живут 142 миллиона человек. Вот, если бы мне пришли, вы сказали, Вадим Алексеевич, не желаешь ли ты, вот тебе деньги, вот тебе 300 тысяч подписей, вперед, я бы отказался сразу. Я бы не увез, сразу говорю, потому что организационно непонятно. И вот, почему-то, вот, у нас много-много лет, много-много выборов, идет очень примитивная линейка программ, которые человек, не имеющий ни специальной подготовки, ни специального образования, не может принять как руководство к действию. Вот оно, в чем дело. Ну да, как раньше был, да, там, порядкий курс, да. Получается, выбирается тот, кто декларирует что-то наиболее вменяемое. То есть, то, что можно воспринять. Ну, я имею в виду для голосующих людей. Ну, в данной ситуации, в чем-то я могу согласиться, в чем-то я могу не согласиться, но в целом, в целом, да, то есть, у нас существует ряд политических партий, да, которые имеют устойчивую поддержку, да, вот, и, ну, это проблема партии, что они не могут, да, выйти за пределы своего электората, устойчивого электората, ядерного, так называемого, электората, да, но это же их проблема, да, почему они не могут работать на повестку, общую, ну, так сказать, общую, интересную всем и каждому, да, не кричать на каждом углу, что, ай-яй-яй, все так плохо, все так плохо, а мы придем, и будет все хорошо. Но это же неправильно. Это неправильно. Ведь здесь, в данной ситуации, ну, опять же, да, мне иногда, ну, вот с точки зрения, да, отдельных выборов, вот так смотришь, и мне, мне, как гражданину Российской Федерации, да, мне, допустим, становится обидно и стыдно за оппозицию, да, что она выглядит настолько блекло и вяло, и я никогда не поверю, что у них нет ресурсов, я никогда не поверю, что у них нет денег, да, а может быть, вот с этой точки зрения, а нужно ли им это счастье, да, отвечать за, ой-ой-ой. Отвечать. Да, прежде всего отвечать. Да. И перед народом, да, потому что, ну, опять же, да, про 90-е годы, да, там, выборы, да, 96-го года тоже очень много интересного, говорят, да, когда у одной из оппозиционных партий, постоянных оппозиционных партий. В принципе, было большинство. Да, да, ну, как было озвучено, в принципе, да, нынешним премьер-министром, ну, это же, ну, как, как к этому относиться? Я не знаю, то есть, как гражданин Российской Федерации, я могу задуматься, то есть, ну, как бы, ну, может быть, им это и не надо было, да. По всей вероятности, да, какие-то меркантильные цели победили, я так понимаю. Может быть, может быть, ну, как бы, не утверждая там голословно. Поэтому здесь, здесь очень грань такая, потому что все равно в любом случае, в любом случае, да, вот, идет жесткая борьба за власть, да, и в любом случае побеждает сильнейший, да, вот. Ну, если ты ввязываешься в эту браку, да, значит, будешь готовы браться до последнего. Но еще другой момент, другой момент, да, меня немножко, опять же, как гражданина, да, то есть, я как бы разделяю, да, свой должностной функционал, да, и свое гражданское, да, вот, в отдельных моментах. Я вот свою же гражданскую позицию могу высказать, меня, допустим, немножко всегда коробит, да, когда начинают набрасывать и говорить, ай-яй-яй, как все плохо, да, это не мы проиграли, да, это виноваты все вокруг, да, это виновата избирательная комиссия, да, это виновата администрация, да. Да, и в конце концов, народ у нас не тот, да, так глубомысленно, да, почесав там затылки, нет, ну, да, вот, и богатства у нас много, а вот народишка, что-то как-то не удался, вот. А ты выйди и признайся честно, уважаемые, ну, я вот сделал не то, да, я вот сделал не так. Ведь, в принципе, да, вот, я не помню, что кто-то вот так выходил и говорил, да, вот так выходил и говорил с народом, да, как Ленин, да, сказал, мы пойдем другим путем, да. У нас, к сожалению, не культивируется... Диалога, нет диалога, да, то есть мы проиграли, значит, виноват кто-то, но не я. Виноваты все вокруг, но не я виноват. И прежде всего, прежде всего, постоянно по капле, по капле, да, то есть как китайская пытка водой, и по капле долбится, да, то есть на государственные устои, да, и постоянно идёт вот действие, да, всё плохо, всё плохо. Мы не проиграли, они неправильно посчитали, они там накидали, а там Чуров волшебник, да. Они включили административный ресурс. Они включили административный ресурс и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я считаю, ну, опять же, да, ну, моё такое глубокое убеждение, ну, ты ввязался в эту драку или стой до последнего, да, вот, вытирая там кровь, да, из носа и бейся до последнего, Ну и потом, ну не получилось, ну признайся, ты честно, но не получилось. Мне кажется, тут не в бойцовских качествах. Мне кажется, дефицит созидательности, дефицит творчества в строительстве вот этой оппозиции. Объясню почему. Вот как бы поступил я, если бы хотел создать оппозиционную партию? Наверное, в первую голову я бы подсобрал бы мужиков толковых и попытался бы вот сформировать систему принципов и построить модель. Будущее. Взял бы деревню заброшенную в Николаевском районе и построил бы там общество будущего. И посмотрел бы, как это работает. Кстати, в мировой практике есть масса интересных аналогов. Есть огромное количество всевозможных коммун. Причем совершенно до мозга костей капиталистических, демократических стран, типа Америка, Канада. Нет, идея коммунизма, они жили живы и будут жить. Так вот они умудряются построить на модели. Да, они не делают партии оппозиционные, они не лезут. Они просто немножко абстрагируются от старшего брата и строят свое микрообщество, которое никому не мешает, живет в правовом поле и показывает, у нас хорошо, у нас система ценностей правильная. И уже можно прийти, посмотреть, сказать, елы-палы, а давайте это распространим на большую территорию, потому что есть наглядный пример. Но я фантазер, я в политику, я тебе клянусь, никогда не полезу. Нет, ну это не фантазия, это реальность, да, то есть есть такие опыты. Была у меня такая газетная полемика, не буду скрывать, она у меня была с Коммунистической партией, с КПРФ. Я им задавал вопросы, говорю, почему вы, возмущаясь чем-то, не, я не против, ради бога, я сам возмущаюсь, очень люблю, это занятие классное. Но почему бы не попытаться построить модельку маленькую, потому что все в моделях. Самолет Су-27, да, его же не сразу клепают, идет модельку, продувают ее там в аэродинамической трубе, там и следуют обвешивать датчики. А потом уже строят большой истребитель, понятно, он летает. Нет, у нас, к сожалению, как-то вот, как-то по-иному, у нас эксплуатируется недовольство. И в итоге вот этим недовольством все заражаются, все забывают, что... Ну, это манипуляция, это манипулятивные технологии. Самый простой путь, да, это путь зарождения недовольства, вот это управление гневом, да. То есть, мы сначала разожгем, да, а потом на этой волне мы будем собирать, там, ну, как сейчас можно говорить, там, лайки, да, там, и так далее. Обратите внимание, настроение соцсетей, вот это вот неуемное поверхностное критиканство. Ну, это проще всего. Чего бы, это вообще классно. Я вот, Иван Иванович, вот, твоего благословения прошу. Вот я очень хочу сделать обязательно выпуск подобной программы, первое приближение, в модельке. Я не полезу исследовать Кремль, это далеко и лень. Я хочу понять, пункт А, как люди попадают к нам в администрацию, как выделяются, как приходят. И хочется поставить вопрос перед аудиторией. Если вы не довольны, допустим, администрации города, то есть, безрукой, неумелой, которая все у нас там украла, отобрала, жизни не дает, город умирает. И сказать, кто из вас готов, пришел в отдел кадров, можно посмотреть вакансии, да, они на сайте лежат свободно. И регулярно объявляются конкурсы на замещение тех, ну, вот я вот здесь по конкурсу сижу. Либо просто прийти и сказать, у меня есть идея, я хочу, дайте мне, там, не знаю, там, сектор ЖКХ, транспорт, да что угодно. Дороги. Интересно посмотреть, много ли таких добровольцев идет? Я думаю, нет. Ну, я все-таки первоисточник. Здесь, я полагаю, то же самое. Надо приходить и пытаться что-то сделать. Ну, это сложно. Иван Иванович, вот у меня к тебе вопрос. У нас много-много всевозможных критиканов. Ну, допустим, и есть их табельные, стандартные жертвы. Сакральные. Сакральные. Да, там, пресс-служба города, там, управление. Ну, я, в период выборов, я там везде начинал. Ни разу не слышал. Да? Вот, все получили свою порцию негатива, но только про Мазалика ничего вот не слышал негативно, не попадалось. Ну, в 2014 году местные выборы были достаточно активно. Активно комиссия, комиссия, да, в 2014 году. Ну, и что? Да, вот. Ну, отдельные были не согласны с теми решениями, которые принимала комиссия. И вот, кстати, вот сейчас завязалась небольшая полемика. Уже? Да, да. А сейчас-то из-за чего у нас же? Ну, как бы не согласны с теми печатными материалами, которые распространяются на территории города. Ну, как-то вот упустил я это дело. Да. Суды-то были? Да, нет. Нет, пока было обращение к нам. Ну, я, как бы, не делаю там какой-либо агитации, какому-нибудь ресурсу. Ну, потом скажу. Ну, было обращение, и уже вот, территориальная избирательная комиссия не обращает внимания и так далее, и так далее. То есть, как бы, ну, я считаю, это вполне нормально. Это вполне нормально. Нет, ради бога, но просто вот мне показалось, что вот из вот этой негативной волны, Иван Иванович, ты выпал. Ну, к сожалению, нет. Не медийный человек какой-то. Нет, здесь немножко я бы по-другому акцент расставил бы, да. Вот, потому что вспоминают об избирательных комиссиях период проведения выборов, да. Ну, естественно. К сожалению, да, к сожалению, да. И зачастую, зачастую, меня немножко поражает тот факт, когда идут люди неподготовленные, да. Вот я хочу стать, ну, будем говорить вот о нашем местном тогда уровне, да. Вот я иду там, я хочу быть, да. А что ты знаешь? А что за тобой? А какая у тебя повестка? С чем ты хочешь выйти на избирателя, да? Ну, как бы. Не, ну, по идее, это уж его дело, его предуберная программа. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, когда человек ни с чем, то есть он, ну, опять же, зачем? Ну, вот. А потом начинается, да, и потом начинает, вот, вечно ждут каких-то придирок, да. Вечно ждут какого-то, каких-то препонов, которые будут искусственно чиниться избирательными комиссиями и так далее, и так далее, да. То есть, я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что вот она вспоминает, да, о том, что мы существуем как система, да, только тогда, когда объявили выбор. Вот. А потом мы не интересны никому. Ну, кстати. Почему-то. Это оправданно, потому что, вот, допустим, а чем занимается избирательная комиссия между выборами? А избирательная комиссия, вот у нас, допустим, территориальная избирательная комиссия, она в составе 13 человек, да. Из них, из этих 13 человек на освобожденной основе только я. Так. Вот. И работы, работы в данном случае у нас, то есть у меня, ну, я не буду говорить все там, плакаться, да, ну, достаточно. Нет, не надо. Достаточно. Иван Иванович, а можно чуть поконкретнее, вот, действительно, между выборами, чем занимается избирком наш? Избирком наш занимается первая, да, одна из главных. Наших задач, это, конечно, работа по уточнению сведений об избирателях. Это огромнейший класс работы, который требует огромнейшее внимание и огромнейших, да, трудозакрат. Вот. У нас городской округ, да, у нас 190 тысяч избирателей, вот, обработка данных, сведений, работа с этими сведениями, плюс, плюс огромнейший класс работы, да, это работа с молодежью, это обучение, объяснение и так далее, и так далее. С молодежью, с молодежью какой? То есть, суть работы с молодежью? Суть работы с молодежью – разъяснение процедур именно с точки зрения избирательного законодательства. То есть, это обычная наша молодежь, которая… Да, да, то есть, это университеты, это технический университет, педагогический университет, вот, это организованная молодежь. Вот. Ходим, рассказываем, объясняем, показываем. И вместе с тем, молодежь у нас, по-моему, самая… Молодежь – это наше будущее. Самое… Так это самый деполитизированный слой. А мы же не говорим о политизации этого слой. Не-не-не, мы же не говорим об участии. Участие. Мы говорим об участии молодежи, да, вот, и приучить молодежь, что выбор – это дело каждого, что это не просто слоган, да, у нас представительная демократия, да. То есть, мы опоследованно все принимаем участие, да, то есть, мы делегируем полномочия к какому-либо лицу. Так? Одна из претензий избирателей, которые не пользуются своим избирательным правом. Да вот эти мне надоели, этих я вообще не знаю, поэтому на выборы не пойду. Вот как прокомментировать такой образ мыслей? Кстати, массовое явление. Массовое явление. А тогда, с другой стороны, я, опять же, могу такой привести, ну, жизненный пример, да, то есть, как председатель участкового комиссия. Я с этим очень часто сталкивался, да, идут какие-либо выборы, вот, забегает сумасшедший какой-нибудь такой баламушный человек, вот, дайте мне бюллетень, дайте мне бюллетень, пожалуйста, документы, вот, за кого мне проголосовать? Вот, читайте, выбирайте, нет, вы мне скажите, почему я должен говорить? В смысле, он приходит на... Ему, и вот он просто залетел, он знает, что ему нужно проголосовать, за кого проголосовать, ему абсолютно неинтересно. А зачем ты пришел? Ну, зачем пришел, в историю мало чего, он прилетел, да, он залетает, он весь занятой. Вот, когда ты говоришь, приди, ознакомься, вот, когда участковые избирательные комиссии, да, начинают развешивать информационные материалы о кандидатах, да, вот, но не все дружат с интернетом, да, и не все могут искать информацию в интернете, да, вот. Мы приглашаем, приходите, знакомьтесь, потому что вы участковые избирательные комиссии, и мы, в том числе, территориальные избирательные комиссии, мы обеспечимся материалами в полном объеме о кандидатах, официальной информации, приходите, знакомьтесь, читайте. Зачем? Ну, это же, это же время. Нет, я вообще не понимаю, то есть, прийти проголосовать? А таких очень много, то есть, есть даже понятие сиюминутного выбора. А зашел в досочку, посмотрел, о, хочу, да, сиюминутный выбор, да, то есть, выбор под влиянием момента. Это у нас в городе? Порялся, да, это везде. Массовое явление, вот такой выбор. Ну, я не говорю, что это массовое явление, я говорю о том, что это имеет место быть, поэтому здесь всегда нужно разделять, да, вот, когда вот начинается, там, в социальных сетях движуха, да, начинает, там, обсуждать, ай-яй-яй, как все плохо, да, выборы, не выборы, да, кто им поверит, да, там, да, там, вот, никто не пришел, да, кто там, меня всегда поражает. Я просил своих знакомых, из моих знакомых никто не ходил на выборы. Значит, выборы не сейчас. Это цитата из соцсети какой-нибудь. Да, абсолютно верно, да. Кто, кто же тогда выбрал-то? Кто выбрал? Ни я, ни мои знакомые не принимали участие в выборах. То есть, ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что, да, демократия – это участие каждого, прежде всего. Это, прежде всего, участие каждого, да. И прежде чем критиковать, узнай. Вопрос-то какой? Получи. Я думаю, вот главная болезнь всеобщих равных и тайных выборов, да, то есть, наделение каждого избирательным правом. Предлагаешь вернуться к ограничениям, к цензам определенным? Ну, я уж так-то радикально, наверное, не стал бы этого делать, но… Нет, ну, это прозвучало же, если ты говоришь о том, что главная проблема здесь наделения избирательного права. Нет, как прозвучало, прозвучало, вот, предположим, берем, да, человек работает, упирается, там, ведет активный образ жизни, общается с народом, имеет какие-то идеи, принципы, принципы, наверное, даже так. Академик, заслуженный, ракетчик, один голос. И, допустим, какой-нибудь… Маргинал. Какой-то раздолбай, которому вообще все абсолютно симметрично. Он там сходил на работу, что-то там симитировал, пришел, взял себе полтора пивка, врубил там телевизор какой-нибудь, развлекательный канал, и вот оно ему, счастье. Мне кажется, вот, проблема выбора, тем более руководителя страны, да, любого руководителя, в принципе, потому что для нас, предположим, глава города, это актуальнее, чем президент, даже в некотором роде. Потому что глава города, вот он, он, рядышком. Ну, я всегда об этом говорю. Вот, и вот это наделение, у этого голос, у этого голос, то есть, герой голос, преступник, сидящий за какой-то тяжкой преступлением, они тоже пользуются избирательным правом? Нет, те, кто отбывает наказание. Нет, предположим, ладно, отсидел, вышел. Вышел, он гражданин Российской Федерации. Абсолютно верно, совершенно верно. И вот получается, что вот подобные вещи и вызывают сомнение, что вообще может быть, сделать какой-то выбор. Это первый аспект, что раздали право, это право, да, безусловно. Это не обязанность. Когда люди говорят, что да вы должны пойти, я сразу хочу сказать, стоп, никто не должен ходить на выборы. Абсолютно никто, это право. И ты можешь им либо воспользоваться, либо его игнорировать. Ну, в какой-то смысле, ну, я могу поспорить, как бы. А ради бога. Я могу поспорить с этим тезисом, как бы. Я просто жду, к чему подведешь. Продолжу мысль, да. Пойдем паузу делаю. И по всей вероятности, все-таки, это право, оно должно быть какое-то, ну, в некотором роде привилегированное, на мой взгляд. Это раз. Второе. Идут голосовать люди. Выбирать. Ну, скажем так, страна у нас, ну, своеобразная. Да, то есть, и менталитет у нас такой слегонцам анархический, у нас все на личностях завязано. Идут люди, которые не умеют создавать коллективы, из этих коллективов выделять лидеров. То есть, мы пойдем выбирать президент. Мы не можем выбрать старшего по дому. Ну, я могу поспорить. Сейчас мы интересной темой занимаемся. Нет, кто-то может. ТОСами. Территорией самоуправления. Глобальная работа такая большая, то есть, надо сильно вникать. Но вот, мне кажется, вот эти люди, которые этим занимаются, они однозначно имеют моральное право выбирать. Потому что они умеют выдвигать. Ну, я могу поспорить. Здесь, конечно, да. Давайте поспорим, Иванович. Да, здесь есть какое-то здравое зерно, и можно говорить о том, что да, вот как бы есть заслуженный человек, и почему он, да, там, должен сравняться с правами, да, там, с каким-то, ну, маргиналом, да, к примеру, да. Потому что он, что тот, что тот, гражданин в Российской Федерации, имеет два равноценных голоса. У них разная ценность для общества. Вот, разная ценность для общества. Но в данном случае, в данном случае мы можем прийти, опять же, к сословному обществу. То есть, да. То есть, получается, к огромному сожалению, да, но история показала, что сословные общества, они все равно рано или поздно, они заканчиваются разрушением. Ну, тут уже я бы поспорил, потому что сословное общество можно сделать из любого общества. А можно сделать из любого общества, это сословное общество, да, выделение когорты избранных тогда получается, да. То есть, мы идем, ну, если вернуться к истокам, да, демократии, древняя Греция, да, там, и так далее, и так далее. Тогда же давайте определимся. То есть, мы делаем когорту избранных, которые, ну, а тогда, а чем они, ну... Очень просто. Есть очень хороший руководитель, да, он очень хороший специалист, да, вроде, вот он хороший, да. А человек редкостный, мерзавец и негодяй, а по ночам он такие вещи творит, что, ай-яй-яй-яй, ужас, 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 да, и мы будем оценивать, вот он хорошо, там, умеет зарабатывать деньги, да. А про скольких мы, вот мы же говорим успешность, да, то есть, один из критериев успешность, да, про скольких успешных людей, да, мы через некоторое время начинаем узнавать, что их успешность далеко не успешность, их личная успешность. Нет, ну, есть такой... Да, они просто в один прекрасный момент оказались в нужное время, в нужном месте, а кто-то еще и это место расчистил для себя различными неблаговидными методами, способами. Ну, а разве от чего-то страхует всеобщее избирательное право? Всеобщее избирательное право, ну, здесь закон больших чисел, все равно в любом случае вменяемых людей значительно больше, чем невменяемых, ну, так я немножко укрырую, так, ну, так, гротеско, да, все равно. Ну, Иван Иванович, твои слова Богу ушли. Нет, все равно, все равно, все равно в любом случае, все равно в любом обществе, да, опять же, мое глубочайшее убеждение, да, все равно, наверное, срабатывает даже какая-то теория у какого-то философа есть, да, инстинкт самосохранения нации, да, вот. Вот он рассуждает на эти темы, да, что есть понятие коллективного, да, и что в тяжелые тяжкие минуты, минуты выбора, да, что не конкретный человек делает конкретный выбор за кого-то, да, там, или что-то, да, а делает выбор общества, да, то есть делает вот именно... Он рассуждает о коллективном, да, самосознании общества, народа, нации и так далее, и так далее. Ну, довольно интересная теория, я так мельком как-то, я пытал, ну, очень такая зубодробительная, я пытался читать, я долго пытался там это все для себя разложить. И вот главный, главный, вот, смог выделить для себя главную мысль, которую он пытался донести, ну, может быть, в чем-то и прав он, этот философ. Нет, ну, есть тому пример, допустим, индийский, да, Махат Маганди. Да, да. То есть человек, у которого не было ни богатств, ни каких-то рычагов, который действовал исключительно ненасильственными методами. Толстовство, с одной стороны. Там непонятный какой-то эффект, я не думаю, что он чисто индийский, просто личность такая вот. Ну, идея Толстова. Опять-таки, эту личность индийское какое-то общество, социум, как-то выдавило, что эта личность пошла и разобралась с колонизаторами каким-то образом, ненасильственно. Ненасильственно. Исключительно гражданскими какими-то методами, вполне легитимными. Ну, опять же, да, мы, если мы таких, об исторических аналогиях, да, ну, опять же, до сих пор же существует необъясненный до конца феномен, да, когда поляков из Москвы-то, в 1613 году. Чем объясняется феномен выделения, да, двух фигур, да, потомственный княжич пожарский. Это период суровых испытаний. И купец, Козьма Менин, откуда они появились? Ну, вот откуда они появились? Откуда-то из толпы. Откуда-то из толпы. Ну, опять же, это экстремальная ситуация. На любой войне из лейтенантов вырастают генералы. Я согласен, да, как говорил Наполеон, да, плох тот солдат, да, который не мечтает о жезле маршала, да, или по-другому, там еще, как бы, перефраз, да, у каждого солдата в ранце, в его ранце там лежит жезл маршала. Ну, там разные, в разных интерпретациях эта фраза существует. То есть, в любом случае, да, у каждого человека есть шанс. Но все равно говорить об этом, если возвращаться о нашей, да, ну, как бы, когда мы начнем разделять по принципам вот это вот заслуженный, незаслуженный человек, да, но опять же, с точки зрения незаслуженности, да, я вот знаю прекрасных учителей, да, там, всю душу там положили на образование, да, они не имеют ни заслуг, ни наград, да, там, им там не хлопают в ладоши, там, и не говорят, а я какой-то там великий, какая прекрасная у тебя там педагогическая технология применяется, да, они просто ежедневно исполняют свою работу, да, и после этого мы говорим, что, да, какой-то бизнесмен, да, который там, особенно сейчас пошла вторая-третья волна бизнесменов, дети, внуки и так далее, тех, кто, да, вот, наследует уже капитал. То самое сословное общество. Да, 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 и оказывается, внук, он, да, там, какого-нибудь миллиардера или миллионера, да, там, или, ну, олигарха, да, вот, вот, он имеет все признаки человека успешного, да, то есть, как бы, мы ему даем, там, вот, а вот тебе, вот, вот, ты входишь в список форсов, входишь, вот тебе, на тебе 10 голосов, а учительница, это кто такая вообще? Ну, да, вопрос, конечно, такой дискуссионно сложный. Или воспитатель, может, детского сада, да, а ты чем вообще занимаешься? Ты детей на горшок садишь, вот и сиди там с детьми, это твое место. Согласен. Поэтому здесь, ну, как, где мерило? А потом мы узнаем, что та же самая новостная лента, открой новостную ленту и посмотрите, что там творится, да, да, успешные люди, да, и гонки, не гонки, то есть, волна. Все-таки, Иван Иванович, давай определимся, почему человеку надо пойти 18 марта на выборы и проголосовать. Вот, давай попробуем понять, для чего ему это надо, если он не имеет там влияния, не имеет каких-то даже определенных, порой, политических взглядов, не мается судьбами России, ну, просто вот живет себе и живет себе. Ну, здесь, ну, если просто сказать «надо», да, вот, это ничего не сказать. Хотя, по большому счету, вот просто большими буквами, да, там «надо», да, ну, опять же, опять же, мои такие вот убеждения какие-то внутренние, да, естественно, заставить человека нельзя, да. И я считаю, что любое насилие над человеком, в том числе и насилие, да, с точки зрения, что ты должен, что ты обязан, да, ну, это тоже немножко неправильно. Но все равно в любом случае, в любом случае, если ты предъявляешь какие-то претензии к власти, ну, это мое мнение, да, если ты чем-то недоволен в этой жизни, то сначала как минимум надо бороться, да, как минимум попытаться сделать первый шаг, да, вот, в этом направлении, да. Почему, если ты видишь нарушение, зачастую ты проходишь мимо этого, да, ну, борись с этим, да, вот, тебе дается шанс повлиять на выборы. Общую ситуацию. На общую ситуацию, да, то есть на итоги выборов, да, вот. И здесь в этой ситуации самый простой вариант сидеть на мягком месте, да, и рассуждать о том, что вот, если я не пришел, значит, выборы не состоялись. Нет, дорогой, без тебя состоятся выборы. За тебя выберут. Да, какое ты имеешь моральное право, да, говорить о том, что ай-яй-яй, как все плохо, ужас, ужас, если ты сам ничего не делаешь для того, чтобы изменить эту ситуацию. Ну, это теория малых дел, да, то есть все начинается... С моделей. С моделей, да, вот мы к этому вернулись. Иван Иванович, это надо встречаться, будет еще отдельно об этом поговорить, но я думаю, у нас представится такая возможность. Не вопрос, всегда согласен к общению. Я полагаю, что на выборы есть резон пойти, я сейчас мыслю не за себя лично, я сейчас пытаюсь просто найти какую-то рецептуру, для чего надо прийти на выборы. Чтобы как-то это не выглядело ложью, каким-то заманиванием. Я полагаю так, что приходить на выборы надо для того, чтобы твой бюллетень показал, какому образу мысли, каким принципам и какому видению страны ты принадлежишь. Принадлежишь, какое тебе вот как-то вот нравится. За какое будущее ты, какой образ будущего у тебя в голове. Я вот тут думаю, что тут в принципе, в принципе, тут неважно за кого голосовать. Нет, голосовать нет. Я объясню, я объясню. Допустим, пришел человек на президентские выборы, проголосовал за Путина. Значит, его устраивает ситуация, которую создал Путин. Он ее понимает как свою безусловную пользу и считает, что ее надо поддержать. Другой человек пришел голосовать за Грудинина. Ценность его прихода в том, что по итогам обработки результатов выборов, которые у нас в принципе уже отлажены и нормальны. То есть, уже о каких-то потасовках там. Все в рамках статистической погрешности. Уже не мог. И вот можно посмотреть, сколько возьмет голосов тот же Грудинин. А ведь он декларирует там какие-то вещи. Да, может быть, можно обязательно прикопаться к предвыборной программе, к личности. Не вопрос. Это к любому кандидату. Но он задекларировал какие-то лозунги. Ну, я понял. Кто-то придет, будет голосовать за Собчак. Но тогда нам по результатам будет понятно, сколько их таких думающих. Нет, я бы немножко не так. Не то, что сколько их таких думающих. Я бы немножко по-другому оценивал бы. То есть, по большому счету, выборы, это вот такая вот фотография. Это стоп-кадр. Это слепок общества. Слепок общества. Его самочувствие. Его настроение. Его отношение к действующей власти. Его видение будущего. Конечно. Надежды и течения. Да, совершенно верно. Я согласен, не согласен. И уже если результат, он уже начинает выходить за рамки статистической погрешности. То на нем уже есть смысл. Совершенно верно. Значит, победитель обязан обратить внимание. И подумать. Так, значит, что-то я здесь не додумал, что-то я здесь не доделал. Если за того гражданина или за того кандидата больше голосов. И больше уделяется им внимание. Умный человек, я думаю, обязательно возьмет на вооружение. Вплоть до того, что там кооперацию какую-то. Абсолютно верно. Оппозиционный. Абсолютно верно. Ну, если честно, не дурак. То есть, оппозиция же созидательный инструмент должен быть. Конечно. Конечно. Потому что есть понятие конструктивной позиции, есть деструктивная позиция. Есть опять же понятие. Есть оппозиция, которая нацелена в принципе на плотный диалог с действующей властью. Не для того, что там расшатать, не для того, что там поклониться этой действующей власти. Или получить какие-то привлечения. Две крайности. Да. Прежде всего, любая оппозиция, она должна работать на человека, на общество. Вот мое такое мнение. И на ту же существующую власть-то в принципе, как противовес. С какой-то силой, да. Я предлагаю нам друг друга поздравить. Мы только что выдали рецепт. Спасибо. То есть, вы только что сформулировали, зачем надо идти на выборы. Это просто обозначится, чтобы было понятно той же власти, кто о чем думает. И о чем думает общество в целом. Ну что, спасибо за содержательную беседу, несколько суммоную. Может быть. Но думали, что говорили, что думали. Просто поднадоело, что о выборах всегда надо говорить вот так вот. Вот так вот сидя, вот так вот. Вот. И объяснять тонкости, нюансы избирательного. Ну, это без нас сделают. Правильно? Мы в том числе это делаем. Я надеюсь, что для наших зрителей мы какой-то пробел заполнили. Правильно? Да. Будем надеяться. Большое спасибо. Ну, а темы для разговора все-таки продолжим. Уже не касающиеся ни избирательной комиссии, ни выборов. Я так думаю, что найдем обязательно. Всегда пожалуйста. Дорогие друзья. Всегда готов к общению. Ну что ж, на этом выпуск нашей программы завершен. Смотрите, комментируйте, критикуйте, кстати. Потому что критика конструктивная. Всегда приветствую. Она наиболее цена. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok